Добрый венчур! Мы, наверное, начинаем. Мы рады приветствовать вас на презентации журнала «Логос», который посвящен культурным и визуальным исследованиям. Спасибо, что вы пришли и решили провести этот венчур за обсуждением культурных и визуальных исследований, а не за прогулкой по бульвару. Презентация проходит в рамках книжного клуба «Кутенберг», которая организована совместно отделением культурологии и книжным магазином «Циолковский». Сегодня мы собрались, чтобы презентовать номер «Логоса», посвященный культурным исследованиям, и начнем нашу презентацию с выступления, с короткой реплики Виталия Анатольевича Куренова, редактора журнала «Логос» и заведующего отделением культурологии Высшей школы экономики. Спасибо, спасибо очень гостеприимному магазину «Циолковский», вообще всем ребятам, которые все это делают, ну и, конечно, нашим организаторам и клуба «Гутенберг», и журналу «Логос». Я хотел бы сказать, что мы так решим немножко разнообразить презентации наши, потому что, например, в редакции журнала «Логос» идет бурный поиск форматов, вообще как нам так презентировать, чтобы было не скучно, особенно когда такой хороший вечер, а в комнате довольно-таки неуютно. Поэтому сегодня у нас выступят там не только авторы, составители журнала и прочее, но также мы пригласили гостей, Калина Владимировна Звереву и Бориса Кагарлицкого, я так думаю, они как-то так посмотрят на этот номер извне, и мы не будем тут заниматься только тем, что озвучивать те же вещи, которые были в самом журнале «Логос» и которые вы видели. Что я хотел бы сказать в целом, скорее как редактор, чем как автор, которому мне тоже пришлось выступить, как одному из авторов, что мы как-то очень долго этот, во-первых, номер, он страшно долго готовился, отчасти по содержательным, отчасти по всяким организационным причинам, и тексты там некоторые, что называется, успели хорошо отлежаться. Ну, то есть, как бы, да, долго так, да. Но, с другой стороны, нас согревало что? Что, ну, даже если они лежали так долго, то все-таки это, ну, но, тем не менее, они никак не испортились, потому что, к сожалению, так вышло, что, например, традиция тех же «calchial studies» на русском языке как-то так почти-почти совсем отсутствует, вот, несмотря на свой очень-очень почтенный возраст, вот, мы, ну, и в первую очередь здесь, как бы, рады, я хотел Николаевича поблагодарить, в том числе модерировал, как бы, составление, у нас было очень много всяких текстов, именно связанных с «calchial studies», и, конечно, большие возможности по выбору, связанными с текстами «visual studies». В общем, мне кажется, мы отобрали неплохой такой какой-то программный состав, вот, ну, имею в виду, кстати, сказать, как бы, и в первую очередь, как бы, молодую аудиторию, которую я вообще рад здесь страшно видеть, потому что, ну, к сожалению, как бы, доступных, доступных текстов на русском языке в этой области было очень мало, поэтому я бы сказал, что это не в первую очередь такая исследовательская даже задача, хотя там есть чрезвычайно интересные все статьи наших авторов, но, в первую очередь, как бы, это, как бы, адресовано-адресовано студентам и так далее. То есть, ну, анекдот, который я в связи с составлением этого номера хотел бы рассказать, он там приведен у меня в статье, то есть в том смысле, что мы когда обсуждали в редакции эту тему, ну, мне сразу так говорится, что там за скукота, базис, надстройка, вообще катастрофка какая-то, что за текст? Вот, вообще, где, 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 где Мадонна, где армрестлинг? Где жижи? Да, да, где жижи, где вообще анекдоты, как бы, наши нормальные, как бы, ну, как сейчас, как бы, воспринимается вся эта традиция, вот. Но, тем не менее, мы постарались от этого искушения дистанцироваться и, в общем, как бы, ну, выбрать, выбрать, на первый взгляд, скучное, на самом деле, ну, очень важные-важные тексты, вот. Ну, как я уже сказал, я тут, скорее, как представитель редакции выступаю, вот, и, ну, как бы, содержать, наверное, тоже смогу там поучаствовать в дискуссии. Да, ну, это, наверное, вот все, что я, все, что я так формально хотел по этому поводу сказать. Ну, и что, что я еще хотел бы сказать, как бы, очень важное количество, что, когда мы, ну, вообще смотрим на наш весь, как бы, дискурс исследований культуры, к сожалению, как бы, он действительно как-то очень мало конгруентен с теми традициями западные, которые там конституировались в рамках «Холчилостадис» и в рамках более молодых «Вижелостадис», хотя здесь ситуация, наверное, намного лучше, но, тем не менее, значит, там есть, там есть еще такие принципиальные проблемы, еще фундаментальные проблемы, связанные с нашими исследованиями культуры, вообще с культурными, такими, как бы, с культурными, да, наоборот, как бы со стратегиями подхода к культуре, и мы постарались это как-то, как-то отразить. Вот, так что это, вот, наверное, вот все, что я хотел так кратко сказать по этому поводу. Спасибо, Виталий Анатольевич. Мы хотели бы еще сразу сказать о нашей программе или повестке дня. Сначала выступает Борис Юлечка Горлицкий и Галина Ивановна Зверева, а затем мы предоставим слово авторам журнала, после чего, и авторам статей, после чего все могут задать свои вопросы и затем выступить с содержательными репликами. А теперь мы, теперь с репликой, соответственно, выступает Борис Юлечка Горлицкий, глава Института глобальных и социальных движений. Глобализация социальных движений. Все всегда путают название института, я уж так привык, что если когда-нибудь один раз не напутают, то я расстроюсь. Знаете, вообще-то говоря, этот номер, на мой взгляд, является такой своего рода энциклопедии «Cultural Studies» для начинающих и для тех, кто уже пришел к концу и должен теперь понять, с чего все началось. Это не случайно так, потому что на самом деле, вот сейчас Виталий говорил, у нас нет этой традиции исследования. Парадокс в том, что у нас нет традиции исследования, но у нас есть продукты разложения этой традиции. Это вообще очень интересный феномен, сейчас философы меня убьют, и что я сказал, но галлицизм – феномен, конечно. Так вот, это очень интересный феномен, когда мы получаем некий продукт, причем уже, так сказать, на фазе разложения, и потом радостно, так сказать, воспринимаем уже разложившееся, ну, если не труп, то, так сказать, разложившееся явление, как некую норму, которую надо потом подражать, или которую нужно воспроизводить, не задумываясь о том, вообще, как это произошло. Но, собственно, это ощущение у меня возникло еще в 90-е годы, когда какие-то, ну, как считалось у нас, демократические практики радостно наша интеллигенция принимала и пыталась имитировать, пыталась воспроизводить, не понимая, что на самом деле они воспроизводят как раз практики разложения западной демократии. Или они воспроизводят практики, порожденные кризисом, опять же, разложением, деградацией, разрушением, распадом уже, так сказать, реальных демократических практик. И они как раз вот этот продукт разложения воспринимали как норму и образец. И в данном случае, если говорить, скажем, о, ну, скажем так, культурно-политической стороне дела, потому что culture studies в их английском понимании, это, конечно, в значительной мере и политическое, не просто явление, но и движение в некотором смысле, да? То здесь получается то же самое. То есть даже если взять, ну, не только левый спектр политический, а такой вот модный, культурный, так сказать, просвещенный, продвинутый спектр общественный, да? То есть очень люди любят вот именно темы культуры, политизированные темы культуры, все, что вокруг вот этого всего крутится. Причем это должно заменить скучный старый марксизм. Скучный старый марксизм теми же самыми базисами, надстройками, там, значит, производственными отношениями и вообще отношениями, да? Потому что, собственно говоря, вот мне все время приходится объяснять студентам такую очень тупую вещь, что собственность, например, это отношения. Кого с кем, спрашиваю студенту, ну, как кого с кем? Людей, а как и вещи? Я говорю, у вас есть отношения со стулом там или с этой ручкой у вас отношения? То есть нет, может быть, у вас есть отношения к ручке, а ручке к вам нет отношения? Никакого. Ну, если не брать мистические варианты, то есть я периодически попадаю в эту ловушку. То есть мне кажется, что на самом деле все-таки у меня с вещами есть отношения. То есть они от меня прячутся по дому, например, регулярно. Я бегаю по дому, отыскиваю их в разных местах, куда они прячутся, ловлю их и заставляю выполнять свое назначение, да? То есть, ну, может быть, это просто мой невроз, а не вещи прячутся. На самом деле отношения между людьми по поводу вещей, да? И так далее. То есть речь идет о том, что вот эта вот скучная такая классическая, может быть, как многим кажется, кондовая часть, так сказать, базового марксизма, и уже даже не обязательно, кстати, марксизм, а просто на самом-то деле социология, да? Которая лежит в основе всего вот этого вот проекта исследований, она-то как раз давно уже ускользнула от сознания людей. Более того, если, скажем, Иглтон, если Стюарт Холл, Реймонд Вильямс, они как раз вот английскому эмпиризму пытались сделать прививку марксизма как продвинутой континентальной науки, французской и немецкой, то у нас каучилл-стадии сработали с точностью до наоборот. То есть если что-то бралось, то наоборот, как способ уйти от этого скучного марксизма, которым всех перекормили так, что просто, что называется, вот из горла перли, да? Просто вот не могли больше это выдержать. То есть, видными словами, у нас получилось, что все наоборот, и все взято с конца. И никто, по большому счету, уже не интересовался тем, откуда все это произошло, и откуда это взялось. Поэтому, допустим, у нас обожают слово «дискурс», да? Вот любимое слово, да? При том, что Стюарт Холл разработал целую концепцию, да, скажем, «discursive struggles», да, дискурсивная борьба, очень четко привязана, скажем, к концепции гегемонии Грамши, в свою очередь. То есть ничего понять в концепции Стюарта Холла, не зная Грамши, на самом деле нельзя. Но нашему, такому, скажем, светскому интеллектуалу, ему не нужно знать концепцию Грамши, чтобы понять Стюарта Холла, потому что ему не нужно понимать Стюарта Холла. Ему достаточно говорить о дискурсе. И поэтому я знаю, что такое дискурс. Это вот на Russia.ru есть такая рубрика «дискурс», и там вот в том числе мою физиономию можно посмотреть. Вот это дискурс, мы теперь знаем, что это такое. Причем здесь Грамши, Стюарта Холла, это все где-то там. Вот, поэтому я считаю, что, конечно, для меня этот номер, он является совершенно потрясающим прорывом, потому что он совершает абсолютно необходимую интеллектуальную реконструкцию. То есть читатель получает возможность узнать, с чего же все-таки все началось. Как все это произошло и как на самом деле это работает. Потому что, если не знать, как выработаны эти концепции, как они методологически сформировались, на каком социальном, культурном, иногда, кстати, психологическом и даже личном материале, как в случае с Стюартом Холлом, например, с его личной биографией. Человек, который приезжает с Карибов, с Ямайки в Англию, там он почти белый, но в Англии становится совсем черным, да? Вот, и так далее. Как вот он, так сказать, воспринимает эту культуру, как он осуществляет это, если можно сказать, брехтовское отчуждение европейских культурных норм, и именно поэтому становится одним из лучших аналитиков, трактующих эти культурные нормы, да? А если всего этого не знать и получается готовый результат, то, повторяю, получается такое ощущение, как, я не знаю, когда вот какой-нибудь там воровский вождь надевает римскую тогу и считает, что теперь у него все в полном порядке, так сказать, уже античность наступила. Так вот, для тех, кто хочет понять, как все происходит на самом деле, этот номер является просто своего рода такой базисной, базисной вещью, базисным текстом, и поэтому я очень надеюсь, что его прочитают от корки до корки, а просто отдельная, огромная благодарность Виталию Курину, просто потому что я получил наслаждение, я говорю, совершенно, может быть, пафосно, но это абсолютно правда, я получил просто, ну, почти физическое наслаждение, когда читал вот этот вот текст 80-страничный. Нет, простите, здесь нет никаких мотивов, кроме интеллектуальных. Спасибо. Спасибо. Следующей репликой выступит Галина Ивановна Зверева, профессор РГГУ, ведущий культуролог и автор многочисленных курсов, посвященных калчурал-сталис в том числе. Добрый вечер. Дорогие коллеги, я не знаю, полагать ли это репликой или каким-то там более развернутым высказыванием, но я уже сейчас готова начать спор и с составителями этих двух томов и с Борисом Юльевичем, который, если я не ошибаюсь, сказал, что мы собрались для того, чтобы помянуть, я прошу прощения, труп. Это была неудачная налога. Да, ну вот, одним словом, вот я готова с этим немножко поспорить, и мое выступление, оно будет носить в себе некоторые элементы такого фокуса. Вот, представьте себе, что вот это не сумка, а это шляпа, из которой я буду доставать зайца. Вот. Итак, значит, с чего я хотела бы начать? Ну, прежде всего, действительно, мне очень хочется поблагодарить тех, кто сделал эту работу, выполнил эту работу, и полагаю, что она необыкновенно важна. Важна не потому, что мы можем сейчас предаться воспоминаниям о том, каким замечательным было это направление, как это все создавалось, как оно развивалось во времени, как оно менялось, и как бы помахать рукой этому ушедшему времени. Для меня, по правде говоря, важно чуть-чуть другое. И сейчас я попробую объяснить свою позицию. Удивительно, но для большинства профессионалов, но я имею в виду профессионалов, которые определяли культурологию и создавали российскую культурологию в 90-е годы, вот это направление «Колчилл Старис», к сожалению великому, на мой взгляд, было и остается неизвестным. И в те редкие случаи, когда я попадаю в Петербург, мне говорят, вот, хорошо, приехала Галина Ивановна, она снова нам расскажет о «Колчилл Старис». Вот, ну, и когда-то мы разговаривали с Олегом Рансоном, и он сказал, да сколько можно об этом говорить, этим просто надо пользоваться, это же так уже Старо, как мир. Действительно, этому направлению у него, как вы правильно сказали, почтенный возраст, уже, наверное, 60 с лишним лет, пенсионный, можно сказать, возраст, но, как я полагаю, это направление не пускает такие круги по воде, а оно продолжает воспроизводить первоклассных исследователей, которые работают в поле, которое я бы назвала поле другой дисциплинарности. То есть мы уже действительно замылили это слово междисциплинарность, между тем, те, кто придумали в середине 50-х годов вот этот Бермингенский центр культурных исследований, они, как мне кажется, положили начало, ну, я думаю, что это так, положили начало другой дисциплинарности, не той классической, которая формировалась во второй половине или в середине 19-го, начале 20-го века, а той, которая создается уже после Второй мировой войны в условиях, когда классические дисциплины почувствовали жесткость вот этих вот перегородок. И то, что не точно было названо междисциплинарными исследованиями, можно представить себе совершенно иначе. То есть это попытка исследователей выстроить как бы совершенно другой взгляд, ну, я не говорю один взгляд, а просто совершенно другой взгляд по отношению к тому, как строились дисциплины прежде. Ну, как мы знаем, там, по предмету или по методу. Здесь как бы ни то и ни другое. И не по предмету, и берусь утверждать, и не по методу. Тогда вопрос, откуда вы строите это пространство? И вот разгадка, как мне кажется, в самом названии. Они же не назвали свой центр, Бирмингемский центр исследования культуры. Они назвали Бирмингемский центр культурных исследований. Существительная культура была переведена в прилагательное. И это сразу всё переменило. Теперь мы, вообще говоря, даже не думаем о том, как мы работаем, например, в поле, там, Media Studies, там, Postcolonial Studies, Visual Studies. Это считается нормой. Но первые затейники это были Реймонд Уильямс и его ближайшие молодые друзья, которые превозмогли в себе страсть быть филологами и решили стать кем-то другим. Вопрос с кем? И вот это вот, вот тут вот начинается интрига. И на самом деле я очень рада, что Виталий Анатольевич в своей вот этой статье в общем достаточно убедительно показал этот сложный путь вот от этой точки, от точки рождения культура стариц, да, и до, я не говорю, финала, до того, когда это движение стало совершенно другим. И многие говорят, ну да, они исчерпали себя, и поэтому и центр закрылся, и то закрылась, и это закрылась. Это мне напоминает мой разговор с Ютой Шерер когда-то в конце 90-х, когда она сказала, да что вы носите с этим Фуко? Фуко, 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 мы уже его все и забыли. Я говорю, так это неудивительно, что вы все его забыли, потому что то, что он предлагал, это стало такой нормой, что вы ее просто не замечаете. Вот примерно то же самое. Центр не нужен, не нужен, потому что этим языком уже говорят, потому что этими подходами уже пользуются как рабочими инструментами, к сожалению, не в России. И когда мы говорим, что это что-то такое, продукт разложения, вот тут бы я не сильно согласилась. Дело в том, что мне кажется, что вот Виталий Анатольевич очень убедительно показал в этой своей статье, как двигался этот проект. действительно он создавался как преимущественно, как проект политический. Это верно. Потом мы видим такие очень удивительные, разные развертки его. Понимаете? И мой вопрос, мой вопрос, не буду повторять то, что написано в этой статье, я думаю, что каждый просто обязательно должен ее почитать, потому что фактически это первая такая, но такой большой первый, по-настоящему серьезный очерк, научный такой, того, что представляла и представляет собой калчилостарист. Так вот, к чему пришли? Ну вот здесь все-таки вот с финалом я не вполне могу согласиться. Я сделала закладочку, сейчас одну минуточку, я ее найду. И вот, значит, Виталий Анатольевич пишет, в конечном итоге эта тенденция сокращения политической части программы привела к специфическому выхолощиванию содержания культурных исследований. Ну и так далее. И их стали критиковать, и в итоге, ну в общем, если не умерли, то по крайней мере перестали быть тем, ради чего создавались. Ну да, ради чего создавались, может быть, отчасти они перестали существовать, потому что это далеко не только политический проект. Вот для меня, например, самый главный вопрос, имеет ли в настоящее время вот это поле, созданное и воспроизводящееся поле калчилстарис какой-то то, что называется познавательный потенциал, ну или эвристический потенциал. Есть или нет? Я совершенно убеждена, что есть. Дальше я начинаю доставать зайцев. Все-таки тяжело было, но я принесла. Я, к сожалению, не могу принести все. Я готова, почему сказала, я готовилась к этому. Итак, с чем мы имеем дело? Во-первых, во-вторых и в-третьих. Значит, в этом замечательном журнале переводы тех статей, которые действительно составили имя калчилстарис, ну когда? Можно сказать, по итогам движений 60-х годов. Ричард Джонсон, да, написал, вот из калчилстарис anyway. На другой день проснулся знаменитым. Эту статью ее просто как бы пустили на цитаты. Вот. Да? Повезло им, можно сказать, свое слово он сказал вовремя. Знаете? Он сказал вовремя. Он сказал по итогам движений 60-х годов. Когда Стюарт Холл пишет о двух парадигмах, это вторая переводная статья. Да, это очень интересно, спор между Уильямсом и Томпсоном. Боже, но когда это было? Вообще говоря, до исторического материализма. Понимаете? О чем они спорили? В то время этот спор очень был важен. Те, кто сейчас читают эту статью, вообще говоря, и не понимают, чего они так спорили-то? Из-за чего, собственно говоря, весь сыр-бор? Боже, насколько это все так далеко? Я совершенно убеждена, что обе эти статьи программные надо читать в том контексте, в котором они формировались. А контекст был совершенно другой. Понимаете? Поэтому ограничивать калчилл-старис столько идей, такой, что это политический проект, я бы не стала. Ни в начале, ни в середине пути, ни тем более в современное вот с нами время, если так можно сказать, да, я бы не говорила, что это что-то разложившийся, что это там труп, что мы можем, не понимая, использовать какие-то сегменты, к сожалению, не понимая, к сожалению, и использовать-то не умеем. Когда известный ученый говорит, например, пронзать дискурсом, я только просто тихо обмираю, понимаете? Вот, поэтому это другое свойство, понимаете, это как в свое время легко такая произошла апроприация там феминистской критики, да, или постфеминизма, когда стали жонглировать этими словами, и мне из Мурманска прислали книгу, статья в этой книге одна называлась «Тихо падал с неба гендер, что ли?» Как-то вот так вот, вместо снега. Значит, это, понимаете, такое легкое присвоение без понимания на самом деле того, что происходит. К великому счастью, что уже следующее новое поколение культурологов и еще одно, которое уже сейчас счастливым образом формируется, вот, они хорошо понимают, что реалистический потенциал cultural studies далеко не исчерпан, и он вообще говоря, сейчас уже довольно мало согласуется с тем первоначальным политическим проектом. Я все интригую, но теперь просто скажу, вот смотрите, я затянула свое выступление, но все-таки не зря же я несла книги эти, верно? Вот, ну, вот я просто так на выбор, да? Вот Стюарт Холл, да? «Критические идеологи в cultural studies». Это работа Стюарта Холла более позднего периода. Виталий Анатольевич об этом пишет, об этих, о таких работах, точнее сказать, не об этих работах, но о работах такого рода. Они очень важны с теоретической и методологической точки зрения. Чем они интересны? Ну, потому что здесь говорится о том, вообще, как работать в этом поле, которое мы называем культурное поле. Говорится о том, что культура, я цитирую свободно, это, как бы, не одна из социальных практик, да? А культура пронизывает все практики, да? И вот это то поле, в котором мы работаем, ну, правильно, вот как поле борьбы за что? За культурные значения. Это поле борьбы за значение, понимаете? Вот. И когда он здесь формулирует эту самую теорию артикуляции, оказывается, что она очень важна. Теория, которая, в общем, довольно мало распознана, ну, здесь у нас в России, и которой мало пользуются. Она очень интересна, потому что она выводит нас на те проблемы, на проблемы современных коммуникаций, на проблемы, которые определяются загадочным словом коннекционизм, и многое другое. Удивительно важная, вообще говоря, позиция, которой необходимо и надо, вообще говоря, грамотно пользоваться. Другая работа, ну, это уже, можно сказать, учебник, к сожалению, пока не для российских студентов, но здесь, вообще говоря, про Маркса ничего не говорится. если вы ее полистаете, ну, может быть, грамши где-то там упоминается на затворках, не к тому, что он такой неудачник, да, но просто он здесь не нужен, потому что здесь говорится совершенно о другом. Здесь говорится о том, что такое репрезентация, и как этим работать. Знаете, и здесь тоже говорится, что в связке у человека, который работает в поле, вот в этом культурном поле или в социокультурном поле, для него интересно что? Интересны проблемы означивания, да, как продуцируются, как создаются культурные значения, как они продвигаются, как они мутируют, как они потребляются, да, и вот это слово репрезентация, оно рассматривается в связке с проблемой значений и с проблемой коммуникации. Маркса здесь нет. Дух марксизма, ну, наверное, потому что как леваками мы были, так они и остаются. Но надо ли, например, Ролана Барта сводить только к тому, что он был левым? Или Мишеля Фуко и все, что он предлагал, сводить только к политическому проекту? Ровно так же и здесь. Я бы вас с этим не соглашалась. Замечательная работа. Вот это. «Как делать медиа и калчилл-старизм». Совершенно классная, выверенная методологическая работа, как читать тексты. Какие тексты? Вербальные, визуальные, кореализованные, там, цифровые, какие хотите. И здесь основа – это калчилл-старизм. Ну и эта книжка, ну, Джон Стори, который вдохновил своих сподвижников на создание ридера «Окалчилл-старизм». Он же, вот, и автор одной из этих замечательных книг, «Культурные исследования» и исследования популярной культуры. О чем здесь говорится? О том, как работать с телевизором, как работать с фильмом, как работать с фотографией. Разве это устарело? Эти методики работы, аналитической работы, а их еще предстоит многим российским культурологам, да и не только культурологам, еще предстоит осваивать. Поэтому я бесконечно благодарю тех, кто сделал эти два тома, потому что один том дополняет другой, это совершенно точно для меня. Хотя они вроде бы... Второй номерами. Ну да, ну я называю их тамами, да. Вот. Хотя они, как бы, каждый о своем, да, но они органично связаны, конечно, друг другу. Еще раз говорю, я благодарю всех, кто участвовал. Считаю, что это очень важная позиция. И хотела бы, чтобы мы все-таки оставались оптимистами по отношению к возможностям колчил стали. Спасибо. Спасибо большое, Галина Ивановна. Виталий Анатольевич, вы ответите? А у нас как-то диванчик в истории. Мне кажется, вот надо Галину Ивановну там посадить, а то она и уйдет с Галиной Ивановной. Ну что, мне кажется, как бы там на самом-то деле номер большой, очень сложный. Мне как бы хотелось бы уже перестать говорить про колчилостадис и перейти уже к остальным темам и другим замечательным работам. Я очень кратко, на самом деле у нас как-то так, нечасто с Галиной Ивановной получается подискутировать, но когда мы дискутируем, мы примерно этот вопрос обсуждаем. Я хотел бы сказать, что я не буду подробно вдаваться в детали, все можно почитать, но я не свожу проект колчилостадис к политическому, потому что там всегда была другая составляющая, именно колоссальная по напряжению теоретическая работа. Вот это самое, пожалуй, главное. Это совершенно точно, и классики этого направления, они бы никогда не стали тем, чем они стали, если бы они не предпринимали огромные усилия для того, чтобы не в техническом плане, а именно в теоретическом плане постоянно обновлять и концентрироваться на глубинной теоретической работе. Поэтому мой пессимизм в отношении колчилостадис действительно присутствует, связан, собственно говоря, с параллельным движением, то есть с одной стороны, так сказать, с размыванием политической составляющей, бог с ним, с Марксом, так сказать, но вторая составляющая, это все-таки, так сказать, то, что мы наблюдали, утрата этого вкуса интереса как бы к теоретической мысли. Но, тем не менее, я бы хотел всячески поддержать Галину Ивановну и там несколько тезисов сформулировать, потому что колчилостадис очень поучительный в смысле того, что может быть эпистемиологически продуктивный, потому что я тут как бы всем известный секрет, потому что у нас культурология в значительной своей части, это некоторая такая немножко рефлексия за книжным столом в основном о каких-то таких больших страшных эссенциях, куда-то к Шпенглеру восходящих. И мне кажется, в первую очередь я вижу критический пункт, в котором этот проект для нас чрезвычайно интересен, потому что и Холл, и его коллеги принимали колоссальные усилия для того, чтобы выйти из той капсулы, которая связана с полем университетского интеллектуального производства и, собственно говоря, продемонстрировать хоть какой-то контакт с миром. Это была очень рефлексивная программа, очень отчетливая программа, и Стюарт Холл как бы даже, так сказать, несмотря на то, что это потом сработало в определенном смысле против него, как в случае феминизма, он стремился привлекать людей, которые, что называется, могут дать ключ к этой окружающей реальности. Все, что связано с исследованием культуры в России, это, так сказать, как бы то, что делается не вставая из-за стола или не выходя или не отходя от монитора. Это вообще неприемлемо, если мы смотрим на эту традицию заколчил. Но я уже не говорю просто о тематической ориентации в том смысле, что эти люди как бы занимались занимались как бы не какими-то бегудями, в том смысле, что какое-то ток-шоу что-то там артикулируют, они как бы занимались вещами важными, центровыми и прочее. У нас, к сожалению, эти исследования, это факт, это поле определенного рода эскапизма, эскапизма и бегства от реальности и ухода в очень маргинальные темы. Они могут быть сколь угодно там сложными, но, к сожалению, тут есть проблема. И, конечно, в этом смысле юристическая продуктивность там, безусловно. То есть, мне кажется, две составляющие, ну, как бы три составляющие в этом есть. Как бы внимание к политической теории и вообще, так сказать, как бы к политическому контексту работы в этой сфере, потому что она никогда не бывает другой. это теория как таковая. Причем теория тяжелая и самая разнообразная. И третий, вот этот самый, как бы, шаг в сторону реальности, который Калчалстадис пытались сделать повсеместно. То есть, когда это явление, к сожалению, стало очень массовым, очень популярным, я совсем не отрицаю, что, Галина, как за зайцев, так сказать, но в том смысле, что, к сожалению, произошло выхолащивание всех трех этих составляющих, что и создало определенную поверхность, несерьезность. Но это не означает, что этих трех составляющих там нет, просто нужно их как бы артикулировать. Вот, ну, я, собственно говоря, на этом вообще как бы. Можно я два слова добавлю, потому что скоро меня уже с тобой поспорили, я поспорю, очень коротко, очень коротко. Ну, как вот это. Да, я позволю себе буквально несколько слов, но я старался коротко выступать, поэтому позволю себе еще добавить. Понимаете, все-таки очень британский контекст, надо понимать, вот вся эта история Калчалстадис, это очень, a very British story, так сказать, очень британская история, понимаете, потому что, начиная с того, почему действительно сказаны не исследования культуры, а культурных исследований. Понимаете, вот культура это что-то такое вот там, это опера, это там, ну, хорошо, Чарльз Диккенс, да, это вот что-то такое высокое, красивое, да, а есть, так сказать, повсюсторонние вещи, там, политика, экономика, да, повседневности вообще еще нет как предмета исследования, да, если мы берем вот ситуацию, контекст конца 50-х годов, когда все начинается, и эти, тогда еще ребята, в общем, они совершают революцию, они ломают эту стену, они говорят, да нет, ничего подобного, и на самом деле, они ведь проявляют свой леворадикализм, как ни странно, именно в этом, вот в сломе этой стены, да, точно так же, как вот есть иерархия, да, они иерархию разрушают, и это пафос антиерархический, пафос, так сказать, ну, такой трансцендентный, если угодно, перехода, да, но перехода через разрыв, через то, чтобы сказать, в общем, революционным, на самом деле, образом, вы знаете, во-первых, все культура, но и все политика, и они не разделяют политику и культуру, да, они говорят, простите, культура, это тоже политика, и в этом смысле, конечно, они опираются на грамм, мне кажется, даже в большей степени, чем на Маркса, в том, что они постоянно приводят классического Маркса в ранние периоды, в качестве, так сказать, point of reference, такой источник, к которому они обращаются, это понятно, это тоже некий вызов, на самом деле, повторяю, если во Франции, это бы даже в 50-е годы не было вызовом, да, в Германии бы это не было вызовом, в Англии это все равно некий вызов, потому что английская наука, она эмпирична, вот я все время вспоминаю замечательный анекдот, московский, XIX века, философский анекдот, когда англичанину, немцу и русскому велели написать книгу о верблюде, англичанин поехал в Египет, поймал верблюда, или там пришел к верблюдам, ходил за ними, там ел колючки вместе с ними, потом вернулся в Англию, написал блестящую эмпирическую книгу «Жизнь верблюдов». Немец заперся у себя в кабинете и через полгода, так сказать, из своего духа, из глубин своего духа извлек чистую идею верблюда, и опубликовал толстенный трактат «Идея верблюда». А потом русский, он ничего не делал вообще, в течение этого года, он дождался, пока выйдет книга немца, и потом перевел ее на русский язык с большим количеством ошибок. Так вот, понимаете, в данном случае как раз, как ни странно, нужно было вернуться к немцу, да, в какой-то момент, да, чтобы выйти из этого английского эмпиризма. И это, этот немец был Карл Маркс, совершенно понятно. Вот, но реально, конечно, Грамши, конечно, Грамши, конечно, концепция гегемонии, конечно, Грамши, как первый марксист, который, в общем-то, в эту сторону пошел и начал поднимать проблему культуры, не только как некое отражение, там, классовой борьбы, но и как самостоятельное поле, которое само, может быть, формирует, по крайней мере, текстуру этой классовой борьбы и так далее. И, конечно, за этим последовала абсолютная методологическая революция, плоды которой, да, мы видим вот в этих книжках, потому что вот теперь мы можем уже все это свести к некому набору, так сказать, инструментов, и этими инструментами, условно говоря, каждый желающий может воспользоваться. Но я как раз-то считаю, что для теории это конец, это финиш, потому что, знаете, когда все операционализируется, когда сводится к набору инструментов, это победа, но это та победа, после которой как раз нужно лечь в музолей и лежать там, понимаете? Вот. И это не... То есть теория предстоит быть живой, инструмент не живой, да, инструмент очень утилитарий, но он очень полезен, но он не живой. Вот Анна Очкина тоже Нараша Русь сделала один из очень интересных выступлений. Она сказала, что у нас марксизм из древа, живого древа теории пройдется в бревной идеологии. Вот Аптисами, например, бревно удобно, им работать можно, ничего построить, что-то можно. Но древо, оно растет себе, растет оно красиво, потрясающе. И, кстати говоря, из него бревно можно сделать, что очень важно. Но оно живое. И в этом смысле все-таки, понимаете, ну да, вот диалектика, нужно умереть, чтобы, так сказать, стать инструментом, чтобы стать неживым инструментом. Поэтому мне кажется, что все-таки некая цикличность есть. История в общем все-таки завершена, на мой взгляд. Эта история, вот она завершена, это не значит, что она плохо завершена. Может она замечательная, она прекрасно завершена. Она завершена, так сказать, счастливым для любого теоретика, для любой концептуальной школы концом. Она растворилась в науке. Это же замечательно, на самом деле. Это тот конец, о котором должны мечтать любая философия, любая интеллектуальная концепция, по большому счету. Когда вы стали общим местом теории, ну что может быть лучше, по большому счету? Но это уже все-таки по ту сторону, за пределами. И последний момент, политический. Все-таки, опять же, я хочу поддержать Виталия. Там очень важная для меня как раз мысль была о том, что политический проект ушел, причем, на мой взгляд, как раз он-то не был реализован. Потому что политический проект, ну вот известные слова Вальтера Бениамина о том, что левые политизируют эстетику, а правые эстетизируют политику. И вот в данном случае, как раз в чем парадокс, что в конце этого проекта мы получили его самоотрицание, по крайней мере, на уровне вульгата, на уровне того, как его используют. А именно, культура заменила политику. Вместо того, чтобы сделать культуру частью политики, а политику частью культуры, как, в общем, это было в первоначальном проекте, да, вот разрушить эту стену. Сделали, в конечном счете, в массовом, так сказать, употреблении, сделали другое. Культура стала для левых единственным политическим проектом. То есть не надо политически ничего менять. Не надо ничего совершать, так сказать, революционно-трансформационно в самом обществе, с помощью культурных инструментов. А надо как раз заниматься культурной как таковой. Вот у меня было столкновение с Перри Андерсоном, собственно, когда я поругался с Нью-Лев Тревью, и с тех пор отменили у меня подписку, которая до этого была. Когда Перри Андерсона сказал, что политический проект левых исчерпан, он больше не нужен, а что осталось? Он сказал, culture criticism. То есть мы будем культурную, не критиковать даже культуру, а в культурных терминах критиковать существующее, причем для того, чтобы его изменить. А для чего? Я задал вам вопрос, для чего? Ну, как для чего? В общем, вот тут передо мной был красивый английский джентльмен, который просто понимает, что если он не будет критиковать, то он не будет настоящим интеллектуалом. То есть он критикует не для того, чтобы изменить, а для того, чтобы понимать, что он все-таки не черт знает что, а мыслящий человек. Ну, это, конечно, замечательно, но, на мой взгляд, это все-таки тупик. В этом смысле я классический марксист, надо менять общество. Прошу прощения. Спасибо на вашу вообще настоящую дискуссию. Есть какие-нибудь анекдоты. А про него, несмотря на совершенно выдающуюся жизненную траекторию, про него анекдотов очень мало, но один я знаю. Вот я его сейчас вспомнил. И когда к нашему, значит, его пытались однажды зазвать в России очень усиленно, я знаю, в Шаненке. Он говорит, ну, вот он мне нравится, человек корректный. Он сказал, ну, вот насколько мне передавали, я не пойду, я просто про Россию ничего не знаю, что я там буду делать. Такое очень правильное ограничение. Ну, то есть нам тоже. Ну, в общем, в том числе по этим техническим причинам, как бы, калчево стадис у нас нет. Но я хотел бы обратить внимание на второй важнейший блок в этом первом номере. И мне кажется, что он как раз, как раз такой, как бы, более, более, что ли, актуальный. Да, это, собственно говоря, визуальное исследование. И, ну, вот, наверное, Илье Николаевичу надо уже пора передать, а то мне тут все про марксизм и про марксизм. Да, сейчас выступит Илья Николаевич Инишев, один из составителей, собственно, этого номера и автор статьи про иконический поворот в социальных науках. Ну, в самом деле, если ситуация с культурными исследованиями не блестящая, то, наверное, вам сказать, что с визуал стадия стоит на счетов, скромно обстоят дела. Это нашло, конечно, выражение в журнале, поскольку, как вы можете видеть, заголовок состоит только из одной части, несмотря на то, что на афише браво фигурирует оба термина, культурные и визуальные исследования, тем не менее, как поведал Виталий Анатольевич, в редакции состоялась дискуссия, и редакция, надо сказать, состоящая из более чем продвинутых людей, не была готова к тому, что визуальная культура визуал стадия не смогла, но пока не смогла занять почетного места на обложке журнала Логос. Но, тем не менее, один из разделов ей все-таки удалось отвоевать. Ну вот, несколько слов об этой вещи. Мне кажется, во-первых, есть два способа рассмотрения отношений – визуальных исследований и культурным исследованиям. Естественно, между ними есть генетическая связь, она прослеживается и на уровне идей, и на уровне персон. Ну, в частности, один из основателей, много раз уже упоминавшийся сегодня Стюарт Холл, является одним из авторов-составителей Ридера по визуальным исследованиям. Второй Ридер был подготовлен Николасом Мерзовым из Нью-Йорка. Ну, мне кажется, здесь две линии возможны рассмотрения отношений визуальных и культурных исследований. Одна линия – это визуальные исследования как альтернатива к культурным исследованиям. Это, на мой взгляд, конечно, слишком оптимистичный взгляд, который, наверное, переоценивает масштабы и перспективы этого проекта. А другая, более умеренно, рассматривает визуальные исследования как интегральную часть культурных исследований. Но, тем не менее, как бы то ни было, мне кажется, в любом случае визуальные исследования внесли вклад в развитие проблематики культуры, хотя бы в том отношении, что они смягчили вот этот регионализм, вот эту связь с англосаксонским миром, от которого, как мы сегодня выяснили, не могут освободиться культурные исследования. Тем не менее, визуальные, как? Мне кажется, более-менее от этого освободились, хотя бы по факту своей институционализации. Визуальные исследования сегодня присутствуют на четырех континентах. Антарктида остается неосвоенной. И на всех четырех континентах они имеют свою специфику. И имеют в виду южноамериканская, североамериканская, европейская, британская по преимуществу, или североевропейская версия. Это скандинавские страны и Австралия и Океания. Ну вот в чем тут состоит эта де-регионализация. И мне даже кажется, что известная деполитизация этого проекта, мне кажется, это вследствие его внутренней особенности. Ну, сама проблематика визуальности, она при всей своей связи с темой социальности, культурной обусловленности, с темой политики, и тем не менее оставляет, по крайней мере, некоторый сегмент относительно политически нейтральной территории. Ну, в частности, речь идет о визуальности как факторе когнитивной сферы, то есть сферы познания. Это один из важных разделов визуальных исследований, одна из важных сфер интереса, а именно как визуальность способствует генерированию современного знания. Сегодня известно, что современное знание имеет дело с вещами, которые в минимальной степени подаются в визуализации, то есть которые ненаблюдаемы, и тем не менее известно, что использование визуальных моделей это важный инструмент для генерирования современного знания, не только для генерирования, но и, соответственно, для его дистрибуции. Ну вот пару слов о проблем, которые связаны с визуальностью. С этими проблемами мы сталкиваемся не понаслышке. В частности, вот сейчас, в течение года мы проходим процедуры в нашем университете, в Учшей школе экономики, процедуры по открытию программы по визуальной культуре, программы магистерской. И, в частности, на заседании учебно-методической комиссии мне приходилось отвечать на вопросы, почему все-таки визуальность, почему не тактильность, почему не слух и так далее и тому подобное. Это действительно проблема. Это звучит комично, но, тем не менее, она имеет серьезное или относительно серьезное измерение, с которым борются и визуальные исследования. Но, мне кажется, прежде всего это связано с недоразумением, а именно существует такое редукционистское понимание визуальности, когда оно сводится к зрению, то есть к всему тому, что связано с глазами. Но, тем не менее, визуальность, конечно, обращает, визуальные исследования в первую очередь обращают внимание на феномены, которые мы классифицируем как визуальные в узком смысле, но, тем не менее, прежде всего речь идет не о них как таковых, а о связи визуальности с другими формами поведения, с другими формами интеллектуальной или социальной активности. Дело тут в том, что визуальность... Ну, нельзя сказать, что появилась визуальная культура, и визуальной культуры не было. Дело, конечно, не в этом. Дело в том, в каких связях сегодня визуальная сфера оказывается, ну и как следствие, какое значение, какой эффект она производит сегодня. Понятно, что есть поверхностная, и, тем не менее, поверхностность не означает ложность. Поверхностный взгляд на современную визуальную культуру и на актуальность визуальности – это, конечно, доминирование того, что мы называем, скорее, не визуальной, а экранной культурой. Это распространение визуальных, образных содержаний и так далее и тому подобное. Мы сегодня видим, что человек, перемещаясь по городу, по большей части смотрит не по сторонам, он смотрит на схему или на экран, на схему бумажную, или на схему в его смартфоне, или на планшете. Я думаю, вы сейчас видите все больше людей, которые перемещаются по метро, не отрывая глаз от iPad'ов или от других аппаратов, что никак не сказывается на их физическом перемещении. Важный момент состоит в том, что изображения, образы обладают не только репродуктивной способностью, но обладают способностью продуктивной. То есть они обладают способностью генерировать некоторые новые содержания, а не просто иллюстрировать те, которые мы в них вкладываем, скажем, в содержания, которые были выработаны в мышлении, в какой-то среде языка и так далее и тому подобное. В этой связи, я не буду вдаваться в подробности, мне кажется, что проблематика иконического, проблематика образного, если не дальнейший этап, то это такая важная конкретизация проблемы визуальности, потому что вносит важную структурированность в эту тему и вносит важный мотив производства, важный мотив материальности. В частности, как полагают некоторые теоретики образа, что некоторые иконические поверхности функционируют не так, как другие физические объекты, что материальность в них обладает другой функцией и вообще другой природой, чем в случае с материальностью вещей трехмерного мира, которые у нас возружают. Ну, я, пожалуй, на этом закончу. Хотелось бы в заключение только высказать мою искреннюю благодарность тем, кто помогал в составлении выпуска в целом и раздела по визуальным исследованиям в частности. Это, прежде всего, Яна Сергеевича Левченко за то, что он взял серьезный труд по переводу одной из центральных статей этого раздела, имеет в виду статья Мики Баль, которая в последние годы стала главным или одним из главных предметов обсуждения в рамках визуальных исследований, в частности, на страницах основного профильного журнала Visual Studies в последние несколько лет. Ну, пожалуй, я на этом закончу. Спасибо. Сейчас предлагаем выступить с репликой Яна Сергеевича Левченко, профессору отделения культурологии, как сказал Илья Николаевич, переводчику ключевой статьи для блока визуальных исследований и автора статьи о потенциале преподавания визуальных исследований. Да, спасибо. Да, ну, да, ну, тут, в общем, принято, я так понимаю, тут название. Но это нормально, потому что я, честно говоря, сам не могу воспроизвести название своей статьи. Вот, это обычное явление. Вот, я, откровенно говоря, ну, действительно, вот, должен осознаться, что я чудовищно душный, я думаю, не только мне, вот, и вообще хочется, чтобы, скорее всего, закончилось. Ну, поэтому, ну, просто не потому, что неинтересно обсуждать, просто потому, что трудно, да, ну, вот, физически. Значит, и, как бы, да, ну, по поводу, я бы хотел просто на самом деле, поскольку я здесь, ну, отчасти представляю как раз вот такую колонну, ну, как сказать, это пятая колонна, которая как раз вот занимается всякими маргинальными вещами, да, вот, ну, такими, то есть, культуркой, да, не политикой, не серьезными вещами, а культуркой, да. И, да, и поэтому, значит, ну, я, как бы, с полемикой выступать не буду, потому что у меня нет сильной концепции, которую можно противопоставить озвученной программе. Более того, я часть озвученной программы. Ну, и странно было бы, да, так сказать, моделировать полемику, в общем, так сказать, очень беспредметно, в то время как мы, ну, наверное, можем сказать, что мы выступаем единым фронтом, да, и у нас есть, как бы, вот, значит, такой мощный, поразящий культурологический кулак, да, который, значит, вот, который обрастает какими-то эмпирическими студиями, который обрастает какими-то кейсами, ну, и вот, ну, скажем, вот, есть этот культурологический кулак, ну, или там, паровоз, локомотив, лучше сказать, наверное, а за ним, вот, как тянутся вагончики, там, один мало-мало-меньше, там, да, значит, этих вот кейсов. Вот поскольку меня в этом номере, к сожалению, так сложилось, нет статьи моей авторской о визуальном материале, хотя, в общем, я могу что-то написать, да. Вот, но вот так получилось, что нет, только перевод просто статьи Микки Байля, она совершенно меня выкосила, потому что я, ну, мне было дико интересно читать, и я столкнулся, ну, я читал, я читал, страшно увлекся, потом я думаю, вау, кошмар, мне же нужно это переводить, ну, не просто читать надо, вот удовольствие получается, нужно переводить. Это чудовищная вещь, потому что, ну, я не переводчик, да, мне дико мешает то, что я знаю что-то еще, да, потому что переводчик, он, как правило, не знает ничего, кроме языка, с которым он переводит, это его счастье, да, он начинает, так сказать, ну, у него есть потом научный редактор, там, да, который, там, ну, переводит с идиотского языка на профессиональные термины, которые он переворал, там, да, и так далее. А я нахожусь, как бы, внутри этого контекста, и я понимаю, что, во-первых, надо много изобретать, вот, а с другой стороны, ведь, ну, когда ты начинаешь что-то изобретать, то возникает опасение, что это изобретение будет домороченным, потому что, возможно, уже кто-то это изобрел, возможно, это кто-то перевел, а я просто не знаю, а если я обнаружу то, что я это не знаю, то, ну, 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 в общем, это немножко западло, извиняюсь, да, то есть, ну, какой же ты исследователь, если ты вот так себя ведешь, да, значит, вот, ну, и, в общем, какие-то такие мучения страшные, вот, в итоге, значит, я вот это все переводил, действительно все ужасно мучительно было, вот, но потом я, потом я стал читать, потом мне попала в руки просто книжка по визуальной наротологии, да, и я возблагодарил Бога, что мне не оттуда нужно было переводить фрагмент, вот, я подумал, что мне сразу стало легко, я понял, что классно, вот, можно перевести такую отличную классическую статью Никибаль, вот, и там как-то сразу стало видно далеко со стороны света, как сказано в известной поэме Николаевича Выблема Твою душу. Вот, значит, я не случайно сказал о том, что стало видно, потому что вот Илья Николаевич справедливо уточнил, что когда мы говорим о визуальности, мы не ограничиваемся, на самом деле, разговорами о визуальности, это действительно сложно понять, отрефлексировать, но кажется, что это как бы внутренне противоречивый тезис, на самом деле, никакого противоречия здесь нет, потому что, потому что визуальность и, собственно, оперирование, да, какими-то иконическими категориями с необходимостью сопровождается комментарием, этот комментарий осуществляется на естественном языке, и, соответственно, проблема, ну, скажем, преподавания, да, визуальных исследований, и методологическая, и педагогическая, да, собственно, методическая проблема, да, заключается в том, что, ну, невозможно, например, прочитать лекцию о современном городе, допустим, да, как о средоточии визуального опыта, как о пространстве визуального опыта, и при этом построить эту лекцию как последовательность картинок, хотя, казалось бы, это, ну, как бы, напрашивающийся вызов, который когда-нибудь мне бы лично хотелось осуществить, то есть просто полностью редуцировать текст, хотя это дико трудно, потому что я очень болтливый, да, вот, я сейчас закончу. И, вот, значит, но, как бы, что, исключительно последовательность картинок, но что останавливает? Останавливает то, что, во-первых, все равно ничего не понятно, как бы будет, да, без естественного языка, вот, как бы ты там ни изворачивался, ни пытался сделать так, чтобы образы комментировали, комментировали друг друга, это во-первых, а во-вторых, ты тут же станешь похож на искусствоведа, потому что, потому что искусствоведы, они просто показывают картинки и все, ничего не комментируют, вот. потому что это нехорошо, это не входит в этику искусствоведческого созерцания. У Канта в «Критике чистого разума» там же мышление созерцанием разведено, я не вру ничего, философов много. Мышление созерцанию противопоставлено, и здесь получается, что искусствовед, в общем, чисто созерцатель, конечно. А культуролог и медиаисторик, и медиатеоретик, в частности, занимающийся визуальными исследованиями, он, конечно, находится в довольно сложной межуточной ситуации, когда он, с одной стороны, работает с визуальным материалом, с другой стороны, вынужден постоянно его комментировать. И здесь я в заключении хочу обратить внимание на обложку. Ну, поскольку я отвечаю, здесь, ну, так получился визуальность, вот, ну, на что-то надо смотреть, да, значит, это обложка. Обложка, это, на самом деле, гениальная совершенно обложка. Я просто считаю, что, я просто считаю, что то, что это такой инсайт, который произошел в редакции, то, что вот эта картина Влада Юрашко, значит, где изображена очередь в первый советский Макдональдс на Пушкинской площади, что она оказалась на обложке этого номера, потому что, потому что это фотореализм, во-первых, да, что такое фотореализм, это, это жилопись, которая возникла под влиянием фотографии, то есть это, как бы, обратный такой переворот, да, то есть не фотография, которая пытается, да, отменить жилопись, а, наоборот, жилопись, которая испытала влияние фотографии. Это очень теоретически заряженный, как бы, да, живописный проект, очень теоретически заряженное искусство, да, потому что оно принципиально переворачивает классическую иерархию представления об искусстве, соотношение искусства кустарного и искусства технического. То есть техническое искусство начинает определять облик искусства кустарного. И здесь мы видим этот результат на лицо. И потом здесь изображен город. Город нам, в общем, более-менее знакомый. И, наконец, как средоточие визуального опыта. И, наконец, третье. Здесь изображен Макдональдс. Очень важная вещь. Виталий Анатольевич, как адепт Макдональдса, Виталий Анатольевич принадлежит прекрасный тезис, такая Максима. Если ты не возражаешь, я воспроизведу, что цивилизация, собственно, заканчивается на Ленинградской трассе, цивилизация заканчивается с последним Макдональдсом в Зеленогорске. Сейчас в Завидово. Вот, то есть она уже, да, граница цивилизации. Дальше было в клянущее от Завидово отрижаться. Да, вот, вот. И, действительно, и мы, то есть, получается, что это очень программное изображение, на самом деле, здесь есть город, есть Макдональдс, а мы, как культурологи, ну, они, как искусствоведы, да, то есть, которые, там, Теонадор Жирико, там, Ян Вальмейк, там, нет, мы занимаемся серьезными вещами, повседневностью, да, агрессией, так и визуальной агрессией, вот, то есть и переворачиваем, как бы, классические иерархии, классическое представление о, так сказать, влиянии неких старших искусств, да, которые, там, сверху, так сказать, взирают на, значит, какой-то, там, технические, там, подсобные, да, практики. Мы это стараемся перевернуть, как бы взломать эти традиционные коды, пусть даже используют для этого заемные инструменты. хоть какие-то, но надо использовать. Спасибо. Спасибо. А в следующей должна выступить Анна Геннадьевна Ганджа, которая авторс... А, ну, тогда, наверное, мы можем перейти к вопросам. Да, или репликам. Может быть, у кого-нибудь есть вопросы? Пожалуйста. Здравствуйте. Я буду рассказать, я культуролог, и вопрос состоит, значит, мой следующее. Получается, что 20 лет существует культурология как дисциплина, и тут в 2012 году мы, наконец, переводим в Стюарту Холлу, за что спасибо, конечно, потому что многие люди, которые учатся в профессиональных университетах, не знают, кто такой Стюарт Холл. Вообще, просто. И мы переводим в Стюарту Холлу, и выходит прекрасная статья Виталина Оточкова по культурным исследованиям, и я открываю этот манифест, фактически, такой раз манифестирующая картинка, значит, такой манифестирующий сборник, и не вижу ни одного преподавателя, вижу всех преподавателей в Высшей Школе Экономики. По полезным причинам у меня возникает вопрос. Неужели культурологи существуют только в Высшей Школе Экономики? И способны... А, прекрасно. Отлично. Неужели... Ну, хорошо. Тогда возникает следующий обидный вопрос. Неужели, допустим, Галина Ивановна, которая 20 лет занимается культурологией, не в состоянии написать какую-то статью по культурологии? Или, допустим, человек, который написал теорию образа, и зовут ее Елена Петровская, не в состоянии написать статью по теории образа? Потому что получается, что у нас такие есть группы, которые занимаются разными вещами, абсолютно, да, культурологией, и они не в состоянии совместиться в один манифест и написать, наконец, что-то, чтобы утвердил культурологий, наконец, не как ругательное слово. И это очень хорошо, что никто не... Почему? Очень хорошо, что никто не объединяется, потому что, понимаете, слияние и вообще, так сказать, вертикализация, и вот это все ведет к иерархизации, да, это такое... Вы предлагаете, чтобы культурология такой зонтичный бренд был? Да, значит, вот. А что Вы предлагаете? Я предлагаю хотя бы культурологию такой зонтичный, там, что-то так ругательного в последнее время, в последний момент, ну, вот, начиная с грудком, который болел, так все, всяким разным соусом, оно, в принципе, не заканчивается. То есть культурология, это еще, слово еще хуже, чем постструктурализм, да? Да, в нашей стране, видимо, так оно и происходит, потому что нас никак не могут освободить от, ну, циклоскопизма и прочих вещей, они подумают, что это не подпадает, но... А, спасибо за ваш вопрос, правда, удивил я так, когда Вы по содержанию стали говорить, думаю, ну, стоит какой-то пожилой член-корреспондент Академии наук, в отечественной науке так принято, как бы, говорить, ну, типа, ну, это ж наша поляна, что-то я не понял, а что тут, как бы, ну, как бы нашего сектора нет? Вот. Как-то это, видимо, как бы распространяется уже, независимо от возраста, ну, там никакой интриги нет, на самом деле, я уже сказал, как бы, номер готовился, вообще не понятно, сколько времени, ну, и мы, как бы, встречались, и, как бы, ну... И, ну, кстати, мы же понимаем, весь народ, как бы, занятый, да? Ну, и, кстати, мы с Гарином Иваном, мы тоже говорим, Гарином Иваном статью, может, набить, ну, а, да, 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 вот. Ну, это никакой репрессии-то, как бы, не было. Ну, то есть он собрался, как собрался, ну, логос, как бы, не имеет, как бы, ну, это я просто как редактор скажу, да, так сказать, чтобы все главные люди на поляне были представлены, как это обычно вводится. То есть это рабочая ситуация, это номер. Тут, конечно, нам, с одной стороны, радостно, что это отделение культурного, поэтому вы же понимаете, что это все взрослые люди. Галина Ивановна у нас, она же тоже высшая школа? По секрету скажу. В общем, она там главная, пока учила стадис. Поэтому вот так вот. Вы как бы не обижайтесь за институции. С ними все в порядке. Я вот просто ответил, что в этом нет никакого умысла. А на самом деле логика, с которой вы задали вопрос, она какая-то у нас очень привычная. Мне, например, не очень нравится, чтобы все были там представлены. Вот я от института философии, там нам нужен человек, да, и так далее. Я бы не обстоятельно сказала, что это не та логика. То есть получается, что у нас есть ряд групп, которые действительно могут, ну, они не скописты, они не скрываются, там, я не знаю, за Таодором Адорной и прочими товарищами. И же с ними. Они именно изучают эти повседневные проблемы и вещи, которые существуют. Вот. Но зрение к вас я не нашла. И поэтому мой вопрос был связан именно с этим. Ну, вот я так ограничусь. Хорошо. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Может быть, реплики? Все скромные такие. Если можно подробно связывать эту теорию со смертью, мне просто мучил вопрос. Нет, нет, я сейчас закончу. Мне просто мучил вопрос, какая же теория является живой. Вот мне как культурологу очень интересно услышать из ваших уст, если вам кажется, что это вот уже то, что ушло, и то, что уже, можно сказать, мертвого, то что, по вашему мнению, является живым и актуальным в настоящий момент? Просто вот такой вопрос. Он просто меня мучил, пока вы говорили. Не могла не задать извините. Но вообще, на самом деле, этот вопрос даже, может быть, больше к Куренову, чем ко мне. Потому что я, между прочим, к выводу о смерти Калшоу Сталис пришел, именно дочитав до конца текст Куренова. То есть у меня были подозрения. У меня существовали некоторые подозрения, да? Вот. Но, понимаете, я прошу прощения, я политолог, а не культуролог. А вот направление, которое политически в New Left Review было оформлено, оно себя декларировало мертвым, когда Перри Андерсон, который стоял же сам у истоков New Left Review, закрыл фактически журнал, открыл новый под тем же названием. Это было продекларировано, да? Там сменили обложку, там было написано New Series, и концепцию сменили, и так далее, и так далее. То есть фактически под тем же названием вышел другой журнал, и Перри прямо это определила, и мы как тоже тот проект мертв, и мы начинаем новый проект. Но я не знаю, может быть, периодически все, что живет, оно не может быть, а такой, к сожалению, очень неприятный, но абсолютно очевидный факт, все, что живет, оно рано или поздно умирает, да? И мы-то думаем, что только вот люди физически, да, умирают. К сожалению, и школы, и направления тоже умирают. И мне очень нравится, у Сартри есть такое место, что он выступал на коллок, на семинаре под названием «Живой Киркегор», «Киркегор вивон». И он начал свое выступление словами «Le thème de notre colloque est «Киркегор vivant»» «Es la significa «Киркегор le mort». Тема нашего семинара – это «Киркегор живой Киркегор», и это значит, что Киркегор мертв. Поэтому, на самом деле, вот если, кстати говоря, и наоборот, потому что если кого-то очень много хоролит, может быть, наоборот, ты призываешь того, что не совсем умер, да? Тоже обратный, так сказать, ход. Поэтому я, честно признаюсь, я не готов ответить, по крайней мере, по культурологии на этот вопрос, да? Вот. Хотя, ну, мне, например, кажется, что, если говорить о, скажем, там, вот, пресловутом, ну, так сказать, ну, леворадикальном дискурсе, так сказать, в более широком смысле, то мы действительно подошли к некому итогу 60-х годов, вот весь импульс 60-х годов совершенно грандиозный, да? Он, на самом деле, не только себя исчерпал, он, в значительной мере, превратился в свою противоположность. И вот мне, на самом деле, просто очень хочется подвести черту под 60-ми годами. Вот длинные 60-е годы, которые продолжались, наверное, вот до середины нулевых, по большому счету, да? Вот мне хочется поднимать подвести черту и просто начать сначала. Да не с нуля, только не с нуля, ни в коем случае с нуля. Мы все знаем, да? Мы все прочитали. Ну, начать сначала, начать какой-то новый сюжет. Какой мы сюжет начнем? Что у нас получится? Это вот я не знаю, что получится. Поскольку речь зашла о теории, ну, мне легко, я не теоретик, но у меня есть то, как я рассчитываю, то, что было и остается в «Cultural Staris». У меня нет теории, но есть отношение к теории. Вот. И я вот все-таки провалась бы утверждать, что здесь очень сложно говорить о том, что там вот они исчерпали себя, потому что вот ничего теоретического своего там не производят. Но вот насколько я понимаю это направление и в прошлом, может быть, и в настоящем, они никогда не производили теорию, и более того, и не старались это делать. И попробую сказать коротко почему. Потому что одна из программных установок – мы не производим теорию, а мы работаем с теорией. Мы показываем, как теорию сделать инструментальной. Для нас хороша только та теория, с которой можно работать реально. Ну, ставлю кавычки, да. И вот то, что они делали всегда, они брали разные теории и показывали, как с ними можно работать. Поэтому, когда мы говорим, что вот они исчерпали себя в теоретическом плане, ну, вот мне кажется, что это не точное высказывание. Потому что, еще раз говорю, они теории никогда не производили. Это другое отношение к теории. Спасибо. Ну, что, может, есть еще вопросы, реплики, комментарии, анекдоты? Ну, вы и сможете. Давайте. Давайте, давайте. Саша, скажите, вы что-то. Такие симпатичные, но такие умные. Умные. Ну, я задам вопрос, пожалуйста, чтобы не совещать вышкинцев. Я не вышкинец, я мгушник. Кто вы? Простите, вы кто? МГУшник, если вы можете. На штампах. Ну, дайте. Без микрофона я, в принципе, громкий. У меня вопрос просто ко всем, наверное, кто делал блок Visual Studies. Ну, в общем, наверное, к Carl's Visual Studies тоже касается. Есть ли какая-то попытка объяснить, почему у нас ничего этого не появлялось и не появляется? Ну, то есть, тот факт, что в вышке есть программа культурологии, которая на самом деле культурология-Cultural Studies, это большая заслуга исключительно Виталии Анатольевича. Но... Но, в принципе, никакого Visual Studies не появляется. А самое главное, что пока, мне кажется, не появляется никакой теории. Ну, пока которая была бы какая-то особенно русская. То есть, пока все, что есть, это мы просто, ну, там, как бы читаем западные книжки, думаем, комментируем, ставим к ним вопросы правильные, но никакой теории не появляется. То есть, если мы говорим о том, что Cultural Studies развивается, то, значит, какая-то теория все-таки должна быть. И, ну, наверное, если ориентироваться там на современную западную литературу, то все же Cultural Studies продолжает жить. И я не говорю уже Visual Studies, потому что есть, в общем-то, теория. А у нас теории никакой нет. Есть ли какая-то причина, кроме того, что просто, вот, мол, у нас неправильно преподают культурологию, у нас вообще не преподавали Cultural Studies и Visual Studies и т.д. Есть ли какая-то еще причина или причина только в этом? Ну, вопрос, наверное, касательно культуры Cultural Studies. Ну, я на часть, наверное, отвечу. Ну, немножко продолжая тоже, как Галина Ивановна. То есть, мне тоже кажется, что все это, как бы, вопрос там, ну, там, умерло, не умерло, как бы. Я уже просто сказал, что есть три главных, как бы, момента, да. Это политическая составляющая, это теоретическая составляющая. Это, собственно говоря, как бы попытка работать с миром. А, так сказать, избегать, крайне избегать, так сказать, интеллектуального капсулирования в рамках университета. И все-таки теоретическая работа, ну, я, может, отчасти согласен с Галиной Ивановной, отчасти нет. Потому что и сам Стюарт Холл говорил, что принципиальный момент, да, борьба с ангелами. Это вы должны, как бы, как бы, вступить просто, как бы, вот в очень долгий, длительный, как бы, процесс работы с теорией. И, на самом деле, ну, и тут вот эти вот две парадигмы Калчево-Стадиса, это, собственно говоря, как бы, вся эта британская традиция вступает в очень сложную дискуссию со всем французским структурализмом, как таковым. Ну, как бы, структурализмом в широком смысле слова. И это очень тяжелая работа, она требует, требует, значит, постоянной постановки вопроса, а что и как мы можем использовать. А, потому что у нас, к сожалению, так сказать, как бы, ну, там, я не буду, ну, я вообще некоторых там авторов, как бы, там, запретил читать какой-нибудь там Бурдье, да? Ну, потому что, как бы, ну, кто тут хоть раз задался вопросом, как бы, вообще, какие в этих мясорубках мобилизационные, там, с 20 века, да, какие там Габи, тусы, так сказать, с тобой, прочее. Вот. Ну, я так уж, так уж, ну, в качестве анекдота, анекдотов мало, ну, вот я бы, ну, действительно, так сказать. Ну, мы, там, читаем, читаем, читаем про эти капиталы, да, так сказать, все прекрасно, так сказать. Ну, это же нужно, как бы, во-первых, вы должны вступить, как бы, напряженную работу с теорией, имея в виду ее возможность вообще соотнесения с окружающей действительностью. То есть, и в этом смысле, ну, как бы, она тогда и появится, когда будет такого рода работа. То есть, когда, когда это не вот, там, просто, это дело, да, ведь не в преподавании, и колчал стадис хороший пример, они вообще, как бы, не стремились это преподавать. Напротив, они стремились максимально выносить, вот, у нас мероприятие, например, вынесено в город, да, спасибо, как бы, магазин Циолковский. Это, кстати говоря, принципиальный момент, потому что мы, как бы, ну, не в аудитории хотим, как бы, собираться, да, это, вот, такая немножко, как бы, стилистика колчал стадис, а мы хотим, чтобы люди пришли, как бы, разные городские, как бы, про это говорить. То есть, это не вопрос преподавания, понимаете, преподать можно все, что угодно, а вопрос, как бы, напряженной работы. Ну, и она, конечно, ведется, то есть, я вот не сторонник, там, у нас ничего нет, там, но есть, конечно, есть, конечно, просто все слабенькое такое, как бы. А вот в МГУ, да, ничего не знают про колчал, вижу, да. Я не буду комментировать. Ну, вот. Я не знаю, что тут, действительно, мне можно что-то добавить, как сказанного, есть какая-то специфика касательно визуальных исследований, имеется в виду отсутствие рецепции в нашем культурном пространстве, но, мне кажется, причины очевидны, и они, мне кажется, не специфичны все-таки для бежуал стадис. Это, во-первых, ну, известная инерционность университетской корпорации, это один из самых, или один из наиболее консервативных, операционных, социальных институтов, ну, ввиду, ввиду, это, может быть, оборотная сторона того, что называется, академической свободы, или тех форм, в которые она у нас превращается. Это, конечно, недостаток контактов, мы все-таки слишком замкнуты на самих себя, и здесь, конечно, элементарные и очевидные причины, это часто просто недостатки языковых навыков, именно люди, студенты часто ленятся читать на иностранных языках, на английских, это, в общем, очевидно, простая причина. А причина еще и потому досадная, что тексты эти более чем доступны сегодня, практически вот все, что сегодня, все зайцы, которые были сегодня предъявлены Галиной Ивановной, они в свободном доступе в сети, и при наличии желаний вы, конечно, по крайней мере, этот информационный барьер легко можете снять. И я согласен с Виталием Анатольевичем, что во многом здесь ситуация связана с духом, с непониманием духа культурных, в том числе и визуальных исследований, а именно их специфической открытости. Известно, что культурные исследования, они ведь не выросли изначально из университетской среды, а был долгий и болезненный процесс институционализации. Они только спустя довольно продолжительное время заняли университетские кафедры в Северной Америке и в Британии. Но это была довольно серьезная борьба, в том числе, не в последнюю очередь, через задействование публичного ресурса. То есть, когда университету оставалось, ну, ничего не оставалось, как только отреагировать на то, что культурные исследования стали заметной частью публичных дискуссий, даже публичного сознания. Это не столько трактаты, да, столько газеты. Это был изначальный такой медиум, в котором публиковались работы и проекты основателей культурных исследований. Ну вот, а насчет визуальных, у меня оптимистичный взгляд. Я думаю, что визуальная культура уже проникла в равной степени, как на Западе, так и у нас, я думаю, не в меньшей степени. И остается только дождаться потребности в теоретической реакции, в осмыслении того, что же сегодня происходит, то, что кажется сегодня всем очевидным. То есть, вот эта вот трансформация от культуры литературной, элитистской, в сторону более либерального, менее демаркационистского культурной сферы. Спасибо. Да, я взяла. Вопрос, да? Очень хорошо, можно? У меня такой студенческий вопрос немножко. Ну вот все-таки... Аня, ну подручу нужно... Да, он студенческий, потому что вот я вот ожидала отборника по исследованиям культуры, что там будет работа, где будет анализироваться там марки на культуру, да, ну какие-то кейсы. То есть здесь как бы, здесь очень хорошо объясняется теория, объясняется откуда что пошло, да, как бы школы, направления и так далее, но здесь нет ни одной аналитической работы, здесь нет ни одной работы, в которой реально берется практика, да, вот там график, там, или там, не знаю, гопники, но и делается анализ того, что там происходило. И поскольку там этого нет, мне непонятно, как бы, ну да, где спорник есть, а вот фактически, ну где колчевый стадик в этом спорнике, и следует ли что-то издавать подобное, я не говорю про антропологию, я говорю про тот метод, который здесь предложил, где пример работы с этим методом. Левчик, а где гопник называется? Как, где гопник? Я не понял. Нет, ну это странно, вообще программное высказывание все-таки, да, наверное, должно принадлежать Игорь Анатольевичу, но я просто хотел бы заметить вопрос Ани Григорьевой и связан с предыдущим вопросом относительно, да, вот этого, дефицита теории, либо дефицита, либо, наоборот, так сказать, да, как в данном случае, на самом деле это более-менее одно и то же, да, с одной стороны кажется, что у нас ничего нет, а есть вот, как бы, избыток чего-то заемного, да, это, безусловно, не так, потому что, действительно, это просто такое представление, да, обусловлено, действительно, как справедливо сказал Илья Николаевич и начал, как говорится, Виталий Анатольевич, ну, как бы, некоторым непониманием того, как вообще устроены визуальные исследования, в частности, визуальные, да, и культурные, потому что это, действительно, более-менее инструменталистское знание, и оно, в общем, оно задействует, это, скорее, принцип, как бы, принцип горизонтальных связей, это такое сетевое знание, да, оно верулентное, да, оно, как бы, часто действует через ассоциацию, через метонимию, а не через метафору, да, и, в общем, это совершенно другой, другой, абсолютно другой принцип организации знания, да, и поэтому, и поэтому мы бесполезно ждать теории от того, что теорию не породит в том смысле большой теории с большой буквы «Т», как мы природим, так сказать, ожидать, да, этого не произойдет, странно ожидать, да, от кофевархи, что она, например, начнет воспроизводить звуки, да, как диктофон, ну, то есть, это просто не является, функцией, да, данного предмета. – А плохо получится. – Ну, просто не очень хорошо получится, да, ну, и как-то смешно получится, да, и так далее. Вот, соответственно, вот, вот я хотел бы добавить, а в свою очередь к вопросу вот Ани, да, что, наоборот, теорий типа много, да, значит, вот, а практики никакой. Вы знаете, практика, значит, это шутка и практика. Практика – это когда что-то работает, а ты даже не всегда понимаешь, как, да, значит, это хорошо нам известно, да, на уровне эмпирического, как бы, бытового опыта. И культурные исследования, вот этот номер по культурным исследованиям, насколько я понимаю, как он задумывался, да, и как он реализован – это номер программный, да. Если он программный, следовательно, там, если есть кейсы, то их немного, да, они есть, на самом деле, да, они там есть, там есть кейс по театру, там есть кейс по городу, по-моему, да, И сказать, что там совершенно этого нет, ну, конечно, да, АП нет у губников, действительно, да, и там нет газированных автоматов там, да, ну, и так далее. Ну, или там автоматы по продаже цветных карандашей в ЦПКО, да, вот. Так, и, возможно, да, и, соответственно, понимаете, как бы, кейсы не должны, то есть они не обязаны сопровождать программные высказания. Вот, что, собственно, я хочу сказать. Спасибо, что замечательно сказать. Спасибо за ваш вопрос. Я не знаю, что вы наил, но если там случайная индукция произошла, я просто, как бы, аудитории скажу. Мы там, ну, обычно составляем каждый год какой-то, ну, типа, набор тем для студентов, чтобы студенты выбирали. Ну, мы же, как-то, советский университет, мы пишем то, что нам интересно. Я много лет подряд там пишу, как бы, ну, как бы, гопота, как культурное явление. Как бы, знаете, что-то ни один пока, как бы, отчаянный культуролог не взялся, как бы, за изучение его. Не жаль. Да, это просто катастрофа, то есть холбы просто, как бы, запер, наверное, на открытии. А если учесть, что у нас доминирующая культура, это культура гопников, то... Конечно, конечно. Вот это то, о чем я говорю, понимаете, так сказать, эскапизм. То есть мы, как бы, готовы, готовы, там, заниматься... Ларсом фон Дриером, не побоюсь этого слова. Но, как бы, конечно, окружающие нас явления, они, как бы, пугают, да? Вот что тут принципиальное, вот, в этой установке калчево-станис, так сказать. Они, как бы, они пришли из внешнего мира, они, как бы, не стремились убегать туда, во внутреннюю, вот эту, так сказать, как бы, в эту игру в бисер, так сказать. Им всегда это было интересно. И просто, и тематически, да, они же занимались культурой изначально рабочего класса, так сказать. А вы можете сегодня представить, да, текст, посвященный культуре рабочего класса в России? Вот вы сказали, там, повседневность, там, значит, Лена Петрушна. Я безмерно их уважаю. Но я, знаете, так сказать, вот вообще неожиданно. Даже в принципе, да, появления текстов, да, посвященных, как бы, там, молодежи, какого-нибудь моногорода. Или там, или там, так сказать, как бы, какой-то даже московский, московская окраина, или даже какого-то сегмента жизни. Вот в чем, как бы, проблема. Вот, вот, вот и ответ. Ну, Аня, на ваш вопрос. Да, так что, ну, я в следующем году тоже повторю эту тему, посмотрим, что-то найдется. Может быть, кто-нибудь еще хочет что-нибудь сказать или задать вопрос? Нет? Ну, тогда, наверное, мы можем постепенно завершать. А, право. Презентация второго номера потом будет отдельно? А, сейчас скажут, пожалуйста. Презентация второго номера «Революция» или «Нужный парк». Там просто есть, была бы по Южному парку. Номер-то один? Нет, там будут разные презентации. Будут все. Объясните, вот, про второй номер, который вы говорите. Простите, вы как первый держите. Я сейчас говорю, я не занимаю, о чем речь? У кого-то был второй номер. Ну, то есть, он же в продаже есть? Да. Да, он есть. Раз, два номера выше. Можно просто пойти купить? Скажи, когда будет. Это номер журнала, но он не связан напрямую, если я… Ну, что же. А, вот. Ну, любимая наша «Ужскобой», на самом деле. А можно вы обновлялись этим номером? Да. Это должно было в конце сказать. Ну, ладно, раз появился вопрос, да, то вот презентация части этого номера, которая посвящена «Саус парку», «Южный парк России», пройдет 24 октября в 7 вечера в магазине «Укентавра» на Новослободской. Вот. Ну, смотрите в сети и появится. В рамках следующего клуба Готенберга мы будем презентовать книжку «СССР. Тоже жизнь после смерти», которая стоит где-то в середине ноября. Мы вас всех приглашаем. Автор. Она, это сборник статей, он составлен под редакцией Бориса Юрьевича Горлицкого, Виталина Анатольевича Куренова и Ирины Викторовны Глушенко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.